так чё у нас тут поговорить с затуном вот у нас три квеста вот давайте посмотрим чё чё он нам камеру дает свою и за что как тебе феникс по итогу ну что-то что-то живенькое новенькая для юбисофта вполне себе неплохая игра дороговато для своего геймплея и проработки но неплохая так здравствуй я как раз хотел с тобой поговорить снова нужны яркие фотокарточки нет вовсе нет я уже разобрался в чем дело мне удалось таки найти того торговца либо не я сказал ему что он продал мне проблемную камеру на торговец не поверил к счастью у меня были с собой твои фотокарточки без них убедить его было бы невозможно увидев их он наконец-таки согласился осмотреть проданную мне камеру не далее как вчера пришел он ко мне да еще и бутылочку зелья захватил он пояснил что это фотокамера от обычных моделей отличается и далее для нормальной печати фотокарточек в нее нужно заливать вот это вот зелье без него на выходе будет сплошной цвет и никакой резкости камера в порядке это хорошо теперь это зелье мне куда интереснее камеры только подумай все просто покупают камеру так купил пользуюсь сколько влезет но зель это заканчивается его придется покупать снова и снова торговец тот говорил еще что разные зелье дают разные эффекты он сейчас разрабатывает новые виды зелий может быть на них можно будет заработать много моры прости что от меня занесло спасибо тебе за за помощь подай мне фотокамеру я налью в нее зелье забирай это фотокамера тебе пожалуйста прими ее а если зелье закончится некоторое время его будет достаточно когда кончится ты сможешь купить у меня еще кстати я собираюсь связаться с тем торговцем и ввести еще больше видов зелий если тебя что-нибудь заинтересует я буду рад видеть тебя вновь вот уж не ожидал что вместе с камерой куплю целый бизнес х ишь какой исчез исчез ну-ка преисполею удобный инструмент может запечатлять изображение окружающего мира добавить к нему особый цветовой тон попробуем желтый все еще желтый было бы прикольно если бы в камеру можно было бы заливать зелья которые как еда его цвет поменяли дай вам масло масло вот это вот чтобы мы сами могли крафтить опять желтый ну в принципе только желтый ну такой праздничный цвет кстати получается под праздник фонарей прикольно прикольно едем дальше прямота линь 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 в льюи что-то заботит линь линь бегу к тебе в монде будет синий цвет в зависимости от локации где делаешь фотку хз может быть будто кусок грязи кинули нет он такой красивенький почему хотя я ничего не смыслю фотографии так что лучше меня не слушайте может меня зарит если они много за ним не понаблюдаю чем занимаешься помогаю людям придумать что лучше всего было бы написать на их небесных фонарях на праздник морских фонарей все запускают небесные фонари так и пишут на них пожелания благословения и все такое и чтобы они звучали особенно празднично некоторые хотят придать им как бы это сказать некоторую поэтичную изюминку бибо бибо заведующий сяо и дегуй поручили мне придумать им поэтичные пожелания и написать их на небесных фонарях но пока я здесь вдали от кипящей жизни ничего хорошего но мне приходит поэтому я собиралась сначала при подготовить небесные фонари а потом понаблюдать за их заказчиками чтобы написать индивидуальные пожелания вот только плести фонарей я не умею но я помогу тебе у меня их 400 штук еще есть правда тогда сплети мне пожалуйста три небесных фонаря а когда они будут готовы мы повидаемся с заказчиками и подчеркнем вдохновение для пожеланий я у меня им же есть парочка идей еще немного творческой искры бибу нашли где есть боба боба и куё у сян лин есть боба отлично они подойдут а теперь давай к навестим заведующего сяо со сяо эй вот он перед тобой стоит заведующий сяо костальный жал пойдет раньше на сенсу если он выбил фавонию честно говоря я бы оставил на сенсу остальное жало вместо фавония и наносил бы большой урон от от испарений вот вон он заведующий сяо дай посмотрим чем он занимаются да и подумает заведующего сяо я знаю довольно давно и написать для него пожелание должно составить своего труда вот как тебе такое он мрачный старик с ним не сладить никак ты что шутишь что ли но за личиной хмурую таится добряк и название придумала и впрямь добряк верно подмечено как считаешь цвет заведующий сяо то еще злюка на деле он славный кинь другие варианты у тебя есть нет пока только этот да и как продолжить я тоже не знаю может ты хочешь попробовать первая строка такая нрав крутой и властный взгляд он пример для всех ребят неплохо неплохо пойдет еще нужно название каменная безмятежность у я не подозревала что у тебя такой поэтический дар это отличные строки даже выбрать не дают блин подожди я сейчас напишу их на фонарике готова давай подарим его заведующему сяо это дедуля здравствуй линь линь ты по какому делу помните вы просили меня придумать пару строк для вашего праздничного благословения у нас путешественница и все готово видите мы даже написали их на небесном фонаре ох большое вам спасибо позвольте мне прочесть нрав крутой властный взгляд он пример для всех ребят каменная безмятежность хе-хе очень неплохо спасибо не стоит благодарности заведующий сяо у меня тут для вас еще строки которые сочинила сама не нам пора нас срочно ждут точно ладно следующий клиенты гуй пошли строками для дыгу и особенно горжусь прочитай их тебе когда мы его найдем все говорит все заморачиваясь прокачка скилой до 10 уровня кому-либо а зачем 8 уровень скилов это все что мне нужно для того чтобы проходить бездну думаешь черная бритва заходит зайдет на делюка и черногорская бритва хорошее оружие на делюка потому что дает крит урона у него свой собственный крит шанс растет но я никому не советую покупать оружие в магазине поймана а вот и дыгуй давай немного за ним понаблюдаем ты знакомы с дыгуем у меня с ним ассоциируется напитки которые продают своей таверне я уже придумал что для него написать вот послушай в три чашки зашел заказал заплатил ну пока неплохо принесли это что уже кто-то пил как тебе сказать а название человек он неплохой кого нельзя так и пойдет я придумал еще одну строчку но не знаю как ее продолжить может быть ты попробуешь вот моя строчка чаши вина пробираю до дрожи тогда как насчет а шарики в супе на жемчуг похоже очень ничего название глубины наших глубин кажется даже путешественница растерялась и больше ничего интересного придумать не может весьма недурственно у тебя определенный талант момент сейчас я напишу все на фонаре готово теперь можно отдать его дыгуню как окажется рофлет походу да линь линь чем могу помочь помните вы попросили написать для вас пару строчек на небесном фонаре мы с путешественницей все уже сделали вот держите спасибо почитаем чашу вина пробирают до дрожи а шарики в супе на жемчуг похоже глубины наши глубины самом деле очень славные тебе серьезно понравилось спасибо вам не за что этим вдохновением сроками обязана путешественница кстати у меня на этой бумажке написано еще пару строк я их сама сочинил будет время можете прочесть обязательно спасибо вам а мне нужно возвращаться к делам в три чашки зашел заказал заплатил принесли это что уже кто-то пил и так на очереди у нас биба тоже просил форме тему небесный фонарь прости дыгуй раздают короны надо же их куда-то девать конечно надо конечно надо куда-то девать короны в инвентарь к себе смотри как они красиво сидят и лежат в инвентаре целых три штуки скоро будет 4 офигенно вообще балдежно встреча стих самый топовый но поехали бибом и толстые же мобов 12 3 до а потому что у них уровень не очень высокий чтобы сделать менее толстыми надо им защиту резать потому что уровень как раз там защиты как-то перемножаются по формуле если я правильно что-то помню прости сяо не хотел чтобы ты тут урон получал давайте а сфоткаем капа а вот и биба и и и буба поглядим-ка чем он занимается говорят биба замешан во всяких серых делишках на паре он хороший у меня уже готовы подходящие строки нет днем крысы хитрее него постой ну а ночью он кажись ничего ну что ж ты он славный малый название она никуда не годится ну больше ничего придумать не смогла есть еще одна незакончена она звучит очень немного пресно за зачитаю там посмотрим ну свежайшую рыбу приносит он нам на лодках своих по лазурным волнам у вот это было хорошо название рыбный рынок биба свежий рынок приносит нам на лодках своих по лазурным волнам под заголовком нету днем крысы хитрее него славный малый да у тебя лучше получилось мои строки слишком уж выразительные такого обычно небесных фаря фонарях не пишут напишем на фонарике твои строки этим пипу где он тут в общем с тобой договорились о фонаре он не переживай у нас путешественница все схвачено вот это тебе я думал на это уйдет больше времени спасибо дай-ка почитаю что вы там написали свежайшую рыбу приносит хода это же про меня я ты сама пару строк черканула возьми заодно их он мне не терпится взгляну взглянуть нет днем крысы хитрее его эй ты на что это точнее не скажешь правда если тебе понравилось я могу тебе и второй фонарь сделать спасибо не стоит у меня дела ну вот и все благодарю за помощь пожалуйста лин лин кстати это же имя этой большой мамочки из ванписа кажется все остались довольны выходит что ты как и я наделена даром стихосложения эх людей вроде тебя способных сочинять рифм под стать моим в городе совсем немного заглядывай ко мне почаще когда будет время омуты поэзии ждут нас ага щас хорошо мне еще нужно придумать что написать на своем фонаре не волнуйся на этот раз я уж как-нибудь сама справлюсь ах да это тебе в знак признательность спасибо что составила компанию во время праздника да себе можешь писать чё хочешь оскорбительные строки пишет она так чё у нас дальше вторую часть сами додумаете кажется мэн мэн что-то волнует мужик мужика мужика что-то волнует где ты лол ничего себе что так далеко квест такой милый почему она нам ничего не написала ну кстати да мамочку зовут лин лин но это же то же самое здорово как тебе дела копье новичка класс делать небесные фонари так трудно что такое тянут умеешь плести фонаря я полито полито ничего не получается вот тут насквозь потом обернуть и каждый раз обязательно что-то отваливается или ломается я хочу сделать небесный фонарь для малыша ю я малыш ю и постоянно приглядят за чайной лавкой времени поиграть им или делать небесный фонарь у него нет но он точно хотел бы загадать желание поэтому я сделаю небесный фонарик я сделаю для тебя фонарик но я хотел бы сделать для него фонарик сама еще хочу узнать как они делают чтобы потом рассказать малышу ю ю тетя научишь меня делать небесные фонари ну а как же ура спасибо выходит небесный фонарик готов спасибо скорее отнесем фонарик малышу ю ю ю ю ю а чё тут ежедневно не собираешь оружкуabe арте-фактом бегаешь потому что серая оружка ну вообще иногда здесь зеленые иногда серая падает Не, это хорошо, мне нужна серая оружка, чтобы правильно вкачиваться Но... Не важно И да, по артам я с другой стороны бегу Поэтому до туда не добегаю, мне просто лень Очень милый квест, хорошо Подожди, а тысяча мелочей ты не арты случаем продаешь? Вы продаете артефакты? Нет, артефактов у меня нет, к сожалению Можно найти в музее, а как же дальше больше? Опа, я с ним еще не разговаривал Твоя реклама обман Ты, тысяча мелочей, я не могу поменять рекламу Только потому, что тебе что-то не понравилось Постойте, ведь нужна еда, верно? Всем нужна еда, чем бы они не занимались Возьми эти голубцы с грибами Ладно Четыре штуки, спасибо Приветствую, дорогой гость Не желаете ли вы передохнуть? Мы небесный фонарь принесли Правда? Ю, этот фонарь к тебе Мэн-мен, ты сама его сделала, спасибо Меня научила эта тетенька Какой-то он кривой получился Тебе нравится? Что-то это отличный фонарик Мне он очень нравится Я уже переживал, что у меня не будет времени А смастерить свой Спасибо, Мэн-мен Позже я попрошу кого-нибудь повесить его на дверь Неужели дома нет никого, кто может помочь? Мэн-мен, папе постоянно не здоровится А я слишком маленький и не дотягиваюсь Поэтому мне придется кого-нибудь об этом попросить Давай я помогу тебе Ты правда поможешь? Как хорошо, спасибо тебе Теперь мне не нужно беспокоиться Кого оставить смотреть за лавкой Пока я искал бы кого-нибудь помочь Куда он просит? На дверь? Куда-то наверх, да? А, вот Я могу с прыжка, в принципе Изи Городим Да, хорошо все Какой красивый небесный фонарик Спасибо, Тетяна Ну, малыш, Юй Пойдем поиграем Я тут видела одно место с красивейшими цветами Только что эта тетенька показала мне, как делать фонарики Пойдем туда, я научу тебя Будет здорово, ну Я не могу Мне нужно оставаться в лавке Пусть даже клиентов не будет Но я должен поддерживать идеальный порядок, как велел папа Тогда не будем делать фонарик Просто сходим, поболтаем А потом обратно Много времени это не займет Но Я помогу тебе Ставь уборку мне Как так? Я не могу просить тебя о таком Да мы быстро Одна нога тут, другая там Ты не заметишь, что куда-то уходил Спасибо тебе большое Ну Ребятки Пошли погулять Так, воздух же нормально почистят, нет? Да, воздух нормально почистят Давай, Ся, вот ты справишься А что насчет льда? Не, лед, наверное, не очень Огонь тоже Видите, какой Сяо молодец Помогает детишкам Хм, уборка закончена Они еще не вернулись Плюс реп Разрешите малыша Малышей Кажется, они все еще гуляют Не стоит за них волноваться Учитывая праздничную атмосферу Их не следовало бы беспокоить Интересно, о чем они там беседуют Зачем тебе подслушивать детишек? Ну, как думаешь, если мы сдеваем твоему папе венок Он поправится быстрее? Не знаю Я считал, что любая болезнь стремительно отступает Если остается бодрым и радостным Думаю, твой папа очень рад видеть Что ты такой смышленый И так ловко управляешься в лавке Но иногда папа ругается Мол, хватит торчать в лавке Иди, поиграй, и все такое Если ты не выйдешь поиграть с Мэн Мэн Она все округу без цветов оставит А вот и нет Кругом полно цветов Погоди, я сделаю тебе венок Плетет венок Спасибо, Мэн Мэн Мне пора возвращаться Ладно, ведь когда он выздоровеет Ты будешь свободней Тогда я пришел бы к тебе поиграть Ага, думаю, он скоро поправится Что, и давно ты здесь? Да я только пришла Эй, я, ну Счастливого тебе праздника морских фонарей И тебе счастливого праздника И тебя с праздником Спасибо тебе за все Вот, прими в знак благодарности Папа говорит, что за помощь Всегда нужно чем-то отплатить Пацан, 30 примагемов Насобирал пока По улице гулял Ну, пока веночки плели Просто шел по улице Со своей подругой, да? И такой Опа, горстка примагемчиков Подарю-ка я ее потом Путешественнице Да? Ну мы пошли Спасибо тебе Ну давайте Гуляйте, малыши Надеюсь, твой батя поправится И 20 тысяч моры Угу И 20 тысяч моры тоже Не, ну мору он заработал Видите? Он продает Вкусные чаи Или лимонадики Я уже не помню Что он там продает Чекни его фонарь Но он все еще висит Или можно было прочитать Что на фонаре написано Наверняка там что-то было Про то, как папа Ну, чтобы папа поправился Нет? Ну, уже поздно Уже не могу чекнуть Sorry Вот такие квестики Неплохие Интересненькие Праздничная жара Достигает Первой отметки Мгм Завтра получается Скорее всего Да, точно завтра Открывается вторая часть И возможно Вот это вот Когда мы доделаем Когда она Перейдет эту отметку Может быть мы уже сможем забрать Останься со мной А, нет Свет тысячи фонарей Это самая последняя Свет тысячи фонарей Это по-моему Последняя должна быть Вот он А, нет Достигните уровня Свет тысячи фонарей Праздничной жары А, ну то есть Да, все верно Надо вот эту будет пройти Угу То есть надо будет еще Все квесты здесь Выполнить Во второй Мы достигнем этого Уровня И сможем забрать Халявного чемпиона Ну, такие делишки Ну, квестики, да Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!